Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Oldie Computers, и я Владимир Смирнов. Сегодня мы протестируем бюджетный 8-дюймовый планшет IconBit NetAppRite, работающий под управлением операционной системы Android 2.3. Комплект поставки. Сам планшет, блок питания, кабель для зарядки, кабель для синхронизации с ПК, наушники с дополнительными поролоновыми накладками, инструкция пользователя, кабель для подключения внешних устройств, в том случае, если вы подключаете устройство с большим энергопотреблением, например, внешний жесткий диск. Есть разъем для подключения блока питания отдельно. И пуль дистанционного управления. Раньше компания IconBit выпускала в основном медиаплееры, и не смогла в данном случае не воспользоваться собственным опытом. Пуль в комплекте предназначен для того, чтобы подключить планшет к телевизору через HDMI и использовать его именно как медиаплеер, а пуль для этого просто необходим. Внешний вид. Задняя поверхность сделана из пластика, покрытого материалом soft-touch. На ней присутствует отверстие двух встроенных динамиков и веб-камера с разрешением 2 мегапикселя. На условно-правом торце находится IK-порт для пульта дистанционного управления, карт-ридер для карточек памяти стандарта microSD, отверстие для подключения блока питания, два USB-разъема, один для синхронизации с ПК и один для подключения внешних устройств, и HDMI-разъем. На другом торце находится кнопка Reset, она же отверстие встроенного микрофона, кнопка включения-выключения и блокировки, две кнопки изменения громкости и отверстие для наушников. Спереди также расположена веб-камера с разрешением 0,3 мегапикселя, экран с диагональю 8 дюймов и разрешением 1280 на 768. Кроме него здесь расположены три сенсорные кнопки назад, домой и меню. Габариты устройства 213 на 140 на 13,5 мм, вес немалый, 416 грамм. Технические характеристики. Процессор ROGCHIP RK2918 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Оперативная память 512 МБ. Внутренняя память имеет объем 8 ГБ. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi BGN. Аккумулятор литий-ионный, емкостью 4200 мАч. Операционная система Android 2.3. Перейдем к тестированию. Для начала квадрант стандарт. А пока идет тест, расскажу о результатах тестирования времени автономной работы. Для этого теста мы выключили беспроводные интерфейсы, поставили яркость экрана в среднее положение и запустили фильм. В таком режиме планшет продержался чуть больше 5 часов. Тест завершился, и он поставил системе 1420 баллов. Графический тест NeoCore. Среднее количество кадров в этом тесте составило 21 ровно. Еще один графический тест Nino Mark II. Среднее количество кадров в секунду в нем составило 15,3. Тест Multi-Touch Visualizer говорит нам о том, что одновременно экран способен обрабатывать 5 прикосновений. И под конец хотелось бы сказать пару слов об официальном изображении планшета. Вот оно. На нем, как вы видите, изображены два представителя семейства кошачьих, выражающих друг другу любовь и даже некоторую нежность. И все было бы логично, ведь планшет называется Pride. Проблема лишь в том, что это два самца. Подведем итоги. Протестированные нами сегодня планшеты Conbit NetTab Pride замечательный планшет начального уровня, который к тому же без проблем можно использовать и в качестве домашнего медиаплеера. То есть это устройство фактически два в одном. За эту цену это просто выдающийся функционал. До свидания.